А ну-ка давайте-ка вспомним. Реалити-шоу «Большая стройка». Времечко-то было другое. Человеку за куш отворили место и денег. И он на этом куше построил хаузы. Хаузы из шлакоблока. И мысля-то была такая, все это показать. Мысля-то вылилась и делали то мы. А теперь другое реалити-шоу. Как за трое суток построить вам дом? А что-то где-то стало макровато? Поверьте, трое суток и дом готов. Теперь то, из чего строим. Структурная изоляционная панель СИП. Это вот делается в Магнитогорске. То есть пенопласт, причем хороший. И приклеено. Честно говоря, разорвать не удается мне. А сын никогда и не разорвет. Да. А вот то, что смотрим внизу, да? Сюда вворачивается фундамент. Он вворачивается. И дальше все это дело крепится. Чтобы понять, что это такое. Вот это аналог. То есть получается 10 миллиметров. Пенопласт еще 10 миллиметров. Это аналог 880 миллиметровой кирпичной кладки. То есть надо понять, да? Честно, когда-нибудь я возьму оружие и попытаюсь его прострелить. Такое обыкновенное ружье, что можно было понять, докуда пробьется. Но не думаю, что бы дальше, чем вот эта часть была. Потому что хорошая и замечательно армированная пенополистирольная плита. Что касается вот этого места. Мы вам сейчас объясним. Нижняя часть, да и следующая часть, вот, это древесина. А древесине нужно, что нужно? Древесина должна работать вместе с кислородом. Иначе ничего не получится. Поэтому вот это место ничем не делается. То есть этой толщины вполне достаточно, чтобы ваш дом работал. Здесь просто закрываете и получается супер-мега-заведеница. Вообще-то правильно надо понять, как это делается и сколько это простоит. И мнение мое-то вы можете не выслушать, а как мнение того, кто из этого строит. Данная постройка предусматривает собой банный комплекс. То есть это мы пристраиваем к дому баню. То есть она будет рассчитана на одну семью. То есть в данный момент мы сейчас пристраиваем односкатную крышу. Осенью заказчик планирует сразу поднять второй этаж. То есть и, соответственно, будет уже более полномасштабный дом. Что конкретно именно вот об этой пристройке сказать. Толщина стен составляет 124 миллиметра. То есть это самый тонкий сегмент наших сэндвич-панелей. Вот. Простоит этот, так сказать, элемент постройки, ну, минимум лет 50. В нашей Российской Федерации, то есть эта технология зарекомендовала и показала себя всего 20 лет. То есть можно говорить, что 20 лет мы только можем по нашему российскому опыту судить. Вот. Зарубежные, так сказать, истоки заявляют о том, что 100 лет простоит эта технология. И чего с ней не будет. Чего с ней не будет. То есть как она вот издавна была построена, эта конструкция, так она простоит весь свой срок службы. То есть дом не просядет, не накренится и не будет подвержен внешним атмосферным воздействиям. Вот теперь про атмосферные воздействия. Все говорят, вы строите из дерева. И все говорят, сразу же будет пожар. По-моему, кто-то врет. Ну, если говорить о пожаре, да, на самом деле это, так сказать, бедствие первого, так сказать, класса. Вот. Пожар, в принципе, уничтожает все. На моих глазах были неоднократные пожары, как кирпичных домов просто не вставало за 2-3 минуты. Также и деревянные дома горели, и, говорю, шлакоблочные. То есть пожар уничтожает все. Здесь, на данной технологии, пожар, в принципе, тоже может быть. Все будет зависеть от самого хозяина, от заказчика. То есть кто как будет использовать свой дом по какому назначению. Вот. Ну, если говорить о пожаробезопасности, то данная технология предусматривает второй класс пожаробезопасности. Вот. Соответственно, это говорит о том, что сам пенополистирол, который используем мы, он идет самозатухающий. То есть, чтобы его поджечь, нужно применить большую температуру, вот, и, соответственно, большие усилия. Сама USB-фанера, то есть она также заводом-производителем обработана огнеупорным антисептиком. То есть используем мы USB-плиту только европейского качества. Вот. Это говорит о том, что европейский уровень намного выше по пожарным требованиям, чем российский. То есть, соответственно, USB-фанера, она, в принципе, практически так же вообще не горит. То есть, чтобы ее разжечь, потребуется много огня и большого усилия. Ну, и по-большому горит-то, в принципе, не сам дом, а горит то, что на стене это обои, это шторы, это мебель. То есть, неоднократные приведенные испытания говорят о том, что сама конструкция дома может выдержать 20-ти минутный пожар без сгорания самих стен. То есть, в принципе, это все можно успеть затушить без каких-то либо серьезных последствий. Если у человека есть голова. Соответственно. Так вот, насчет пожара. Вернемся в начало сюжета про реалити-шоу. Тамошние дома из шлакоблока продавались без отделки по 3,5 ляма. Причем в большинстве своем они несут три вида дерева. Это лаги, это перекрытие, это крыша, это верх. Все остальное только способствует огню. Все горит. То есть, без мозгов сгорает весь дом и остается только шлакоблок, который, по сути, надо бы обрушить. И в оконцовке остается место. А вот этих местов в нашей маленькой стране как-то много. Теперь, сколько вам дом-то нужен? Я, конечно, понимаю, что дом необходим и вашим родственникам. Но вот в период, когда вам 40, подумать, что проживешь до 80, ну как-то неправильно. Кстати, что касаемо дома. Дома с магнитогорской пропиской, это как раз сады. И там ничего ломать-то и не надо. Так мы смогли убедиться, что это 12-миллиметровка. Сейчас показываю. 12 миллиметров, не 9 миллиметров. Да, вы правильно заметили. То есть, мы используем по данной технологии, то есть, предусматривается фанера только толщиной 12 миллиметров. Так как 9-миллиметровая, то есть, она не полным образом отвечает надежности этой конструкции. Вот. И тем самым фанера, то есть, используется только европейского качества, либо эггер, либо балдырая. Я вот слышу, шумит, что у нас шумит такое. Получается, что при установке данных сэндвич-панелей мы используем специализированное газопневмооборудование. Вот. Газопневмо-пистолеты, то есть, они ускоряют весь наш процесс в 3, а то и в 4 раза. То есть, мы не используем саморезы и обыкновенные шуруповерты. То есть, мы используем специализированные гвозди, которые более надежнее укрепляют всю эту конструкцию. Эти пистолеты откуда берутся? Ну, так сказать, производство у них идет в Штатах, это американское оборудование. Вот. Ну, и потихоньку этот, так сказать, элемент инструмента переходит на российский рынок. То есть, еще раз покажу, что вот это место. То есть, мы сюда вставляем двухстороннюю панель, да? Это, получается, дерево, которое потом фиксирует. Да, то есть, здесь получается, что соединение двух сендвич-панелей происходит по шипу. То есть, мы устанавливаем брусок. Вернее, оговорюсь, изначально мы обрабатываем все это специализированный пеномонтажный. То есть, делаем гидроизоляцию, приклеиваем туда этот брусок, закрепляем его гвоздями. К нему еще один брусок и, соответственно, заводим на него сендвич-панель. То есть, получается, соединение паз-шип. То есть, это представляет собой более надежную и жесткую конструкцию. Теперь про косяк мой. Не часто такое случается, когда журналюги косячат. А я и не журналист вообще. Я инженер обыкновенный. И поэтому, внимание, вот вам размеры. ОСБ. 12 мм. Пенопласт бывает и разный. И побольше. К слову о том, что дом строится за три дня. Весь дом. И вы не пырхаетесь со стройматериалами типа цемент. Да потому, что его тута нету. Вам не надо париться с древесиной. Дом из ОСБ. И никакого головняка со стенами. Это пенопласт. Если постараться. А старатели здесь качественные. То обои крепятся на прослойку. И дом готов. Так вот мы продолжаем работу. Я специально приехал сюда. Здесь по сути ничего не было. По сути ничего не было. Дом, который стоит за моей спиной. Сейчас я вам расскажу. Дом, забор. Все, что нужно. Все внутри сделано. Я вам покажу, как это сделано. Сколько вы стоили. А еще площадь знаете какая? Так вот. Площадь этого дома. 140 квадратных метров. 140 квадратных метров. Сделаны полностью. Полностью. Представляете? Просто человек пришел. И продолжает жить. Мало того. Посмотрите, как он отапливается. Это электрические батареи. То есть. Вот благодаря этой технологии. В этом доме можно теперь. Спокойно жить. За сумму. 200. Рассказываю. Площадь дома. Это то же самое, что мы делали. Ну, в свое время. Понимаете? Вдовин такой делал. Доматом. Так там дом стоил 3,5 миллиона. Надо было еще что-то сделать. А здесь полностью готовый дом. 140 квадратных метров. 2,200. По-моему, кому-то надо сильно-сильно задуматься. И потихонечку выезжать из нашего странного и непонятного города. Используя вот эту супер замечательную технологию. Кстати, о земле. Я просто думаю, что эта земля в Магнитогорске есть. Буквально там, где есть дороги. И еще раз слово благодарности Виктору Рашникову. Да нет у нас необходимости строить в городе. Везде, где есть дорога, строиться там можно. У нас объездная и это не МКАД. Да и еще, чем дышал город. Его легкие берем. Немного денег и за сумму однушки из района общак получается собственный дом. Если мозги-то, конечно, есть. Ну или чуть больше. Если не хотите вообще париться. Итак, цена вопроса. И человек даже думать-то не стал. Посмотрел, как живет дочка в Канаде. И заказал себе дом в компании Торус. То есть, пока вы тут понимаете, что на месте, на котором 3 месяца назад ничего-то и не было, вам рассказ, где эту фирму-то найти. Ну, телефончик я вам покажу. И это без базаров. Да и доехать-то можно. Улица Труда, 49А. Прямо на территории школы 50. Одноэтажное здание. Сами поймете. Что же касается сегодня, то дом в 150 квадратов за 3 месяца полностью готов к эксплуатации. Еще раз напомним. Дом такой же, как в реальти-шоу. Не коцанный и рабочий. Не стоит 3,5 мультоса. А готовый дом со всеми пирогами на 1,7 млн дешевле. То есть, там 3,5 и еще 2-х в доводку. Здесь все. За 2,200. Конечно, это круто. И кто-то, подумав о хате, в раз пересмотрит свое отношение к домам. Подумайте, 2,2. Это цена. 62-х квадратные трехкомнатные трехи в жилхозе, где не помыться, не покакать. Или свой дом. 150 квадратов за 3 месяца. А у-ху. Да, но если нет прухи такой, то 200 тысяч за одну. Еще 4. И вот вам дом. Обои ламинат настерите сами. Сколько такой дом обошелся хозяину? Здесь получается 26 квадратов. Получился пристрой. И так как стенка у нас одна была, принадлежащая самого дому. То есть, этот проект обошелся заказчику 150, грубо говоря, почти 160 тысяч. То есть, в принципе, за 200 тысяч вы можете построить такой дом? Да, конечно. То есть, получается, что за эту сумму будет готов пристрой порядка 30 квадратов. То есть, отдельно стоящий. Шикарно. То есть, 200, 200, 200. И за 600 тысяч я уже почти трехкомнатную квартиру получаю? Абсолютно верно. Только единственное, все это соединяется одной общей крышей. И тем самым, да, получится готовый полноценный трехкомнатный дом. Ну, хорошо. А, допустим, вот у меня есть большая трехкомнатная квартира. 83 квадрата. Да, которая стоит почти 100 тысяч долларов. Если я ее, допустим, продам. Могу ли я себе такую же квартиру и плюс еще мне денежки на недвижимость в другом месте достанутся? Так оно и получится, что продав вашу квартиру, у вас получится достаточно сумма денег для того, чтобы построить себе дом еще большей площади. И в то же время деньги останутся, чтобы потратить их на другие нужды. Продолжение следует... Продолжение следует...